Две группы вышли из... Бразильцы с первых же минут идут вперёд и пробивают оборону. Всего сезона и даже по ходу выступления здесь, на этом. Центр обороны, но несколько непривычный. Халк! Может быть, если бы там был не Буфон, оно бы и залетело в дальний угол. Халк взбадривает стадион. Передача! И удар по воротам Италия. Вольно сложно. В центре появляется... Бразильцы, я не скажу, что прямо яростно, но инициатива целиком и полностью на их стороне. Жёлтую карточку Аквелани можно показывать. В ближайшие годы, если будет и дальше Дешильо прогрессировать, если всё в порядке у него будет со здоровьем, то он за собой это место забронирует. Нарушение правил, ну и Маркизио продолжает движение с мячом. Балателли! Угловой. Хромает Давид Луис. Идёт, идёт вперёд Марселу. Классно! Не показали нам, кстати, чем эта атака закончилась. А вот здесь нарушение правил. Опять Аквелани сфалил. Как это было изящно! Удар в дальний угол! Неймара накрывает. Халк был фолк. Опять нарушение правил. Можно и жёлтую карточку, если со стороны Иньясу Аббата был фолк. Перехвачен Дешильо. В центр пробежит. И Аббата на газоне. Жёлтая карточка. Пять игры удалением, Эрматов. Эрнанес. Передача! В борьбе с защитником. Но всё-таки нанёс Халк удар по воротам. Бразилия лучше. Подача. Опасно! Было бы, если бы не Буфон. И потом ещё всё объяснил Джан-Луиджи Буфон своим звуальным. Неймар на Марселу. Кондрева. От Кондревы. Ох! Балателли. Данте ошибся. Балателли не ожидал. Просто вот такой промашки. Падает Неймар. На вес. Удар по воротам. Второй удар и мяч в сетке. Бразилия открывает счёт. И делает это Данте. Когда уже шли добавленные минуты к первому тайму. Позволили пробить. Разыграно здорово. Нужен удар. Удар в руки Буфона. Я думаю, что определённые претензии после игры наверняка будут к Маркизио. Жёсткое единоборство. Ну и сразу Даня Алвес падает. Показывает, что локтем его ударил Аквилани. Не исключено. Кстати, Аквилани нажал. Подача. Мяч падает сверху на сетку. Тяжело Парандели что-то менять по ходу игры. Потому что две замены он уже использовал. Экспериментирует. Он говорил, что нам не хватало и атака итальянцев. Как же она получилась-то? Италия забивает гол. В этом вся она Италия. Джеккерини поражает ворота сборной Бразилии. Как мяч вообще к нему попал? Увлеклись повторами сейчас режиссёры. Судя по всему, этот вопрос мучает и Марселу тоже. Похоже, что прямо от Буфона прямиком. Да, отворот вынес Буфон. На что здесь играл очередное единоборство Аквилани. Затем падение в штрафной. Снова Неймар лежит на газоне. Штрафной. Бросаются все под мяч. И 2-1 в пользу Бразилии. Исполнил великолепно. Но, ну ладно. Я, может быть, я где-то пристрастен немножко. Но от самого штрафного осталось не совсем приятное такое ощущение. Но какая разница? Главное, что Бразилия выходит вперёд. И со штрафного бьёт Неймар великолепно вдаль. Смысл отдать должное, конечно, совершенно космическому уровню исполнения Неймара. Когда со штрафного бил. Бил ты ведь в тот самый угол, который по идее... Фредо. Фред. Передача на Неймара. Неймар. Опять падает. Чуть ли не в первый раз арбитр не реагирует на падение Неймара. Падает Маджо. Бить, что ли, будет? Из-за такого игротского материала добротного, но, в общем... И Марселу передачу какую отдаёт. Блестящее. Фред. Фред. Устоял на ногах. Вот это феерично абсолютно забитый мяч. Посмотрите, вот если говорить о силовом атлетичном футболе, вот здесь Фред и корпусом сыграл, и пробил прекрасно. Не позволил себя задавить. Бернард на поле выходит. Меняет Неймара. Вот так даже. Диаманти. Балателли. Мяч в сетке. Арбитр не засчитывает этот мяч. Или засчитывает всё-таки. Судя по реакции итальянцев, 3-2. Прессинг, конечно, на судью идёт. Они толком не могли делать на протяжении большей части мать. Кондрева. Кондрева. Подача. Перекладина. Чуть ворот не сломали. Могли сейчас сравнять счёт футболиста сборной Италии. Маджо бил. Обыграть не смог, но потом Марселло Маджо затоптал. Призывает Лайнсман успокоиться. Марселло штрафной, конечно. Марселло первым нарушил правильный. Разыграли. Балателли. Маркизио. Бернард Ивушоу. Маркизио. Удар. Справляется Буфон, но ничего не может поделать, потому что Фред добивает мяч. И доводит в очередной раз преимущество Бразилии до двух мячей. 4-2. Вот вам Фред. Савтор первого забитого мяча. Автор третьего. И четвёртого. Четыре мяча пропустили сегодня итальянцы. Малателли. Ух-ка. И всё. Раздаётся свисток. И так Бразилия выиграла ещё один матч в группе. На этот раз была обыграна сборная Италии со счётом 4-2. Продолжение следует.